здравствуйте товарищи радио аврора вновь приветствую всех своих зрителей и слушателей микрофона кирилл рычков режиссер эфира александр рогеев а в гостях у меня сегодня историк евгений спицын евгений юрьевич здравствуйте добрый день верность евгений сегодня у нас столетие со дня смерти владимир ильича ленина помимо привычных форм в духе вождь мировой революции по отношению к нему часто говорят что он гений вот вопрос мой будет предельно просто в чем ленин гений ну да это ходячий штамп который присутствовал и в советской пропаганде да и сейчас он присутствует но вы знаете я не считаю что это какое-то преувеличение ленин действительно гений даже если он не создал советское государство именно он отец основатель советского государства выдающиеся государственные деятели а вовсе не только революционер как у нас пытаются представить то есть революционер разрешитель нет нет он как раз человек созидатель создать первое в мире в истории человечества государства рабочих и крестьян то есть большинства трудового народа этого не удавалось никому в мире не раньше не теперь давайте положим руку на сердце потому что все кто были потом они уже опирались на ленинское наследие на опыт строительства советского государства те же китайцы те же лидеры восточноевропейских компартии соц партии которые создавали соответствующие государства советского блока имеют гдр польскую народную республику словацкую социалистическую республику но и так далее ленин даже бы без этого безусловно вошел бы на скрижали мировой истории как гениальный мыслитель только официально опубликованных его работ 55 тонн найдите мне еще какого-либо политика государственного деятеля за всю мировую историю которая оставила такое бы огромное теоретическое и пистолярное наследие я что-то вот сходу даже не могу предположить кого можно рядом поставить с учетом того что восьмидесятые годы было опубликовано еще десять тому то есть прибавьте к этим 55 еще 10 это 65 вот еще было 10 по моему так называемых ленинских сборников где еще опубликовались и огромное количество его работ записок ну и так далее так далее до сих пор остаются не опубликованными по моему то ли в конце восьмидесятых то ли в самом начале девяностых годов тогдашним директор института марксизма и ленинизма академик смирнов он даже направила в цк партии записочку где проинформировал руководство страны что в институте марксизма ленинизма хранится несколько тысяч по моему три с половиной тысячи ну я может быть ошибаюсь но что тут примерно такой несколько тысяч ленинских автографов которые не опубликованы автограф но автограф это что то есть то то что установленное авторство условно говоря поэтому вы можете себе представить кто может оставить такое наследие только гений что назовите мне вот на вскидку любого человека я пока вот вы сказали сидел думал нет вот об этом и речь там у льва толстого до 94 тома не но это художественное это художественное но там значительная часть этого собрания это кстати пистолярное наследие толстого то есть уважилась повесили он что-то мне стоит собрание томов 15 ну там на самом деле печаталась по моему при его жизни 14 по моему или 13 вот я не помню насчет 14 тома был ли он раз сыпан как говорят потом уже вот в 90-е годы в двухтысячные годы выходили еще несколько томов главным редактором был ричард салапов вот но там некоторые даже не некоторые а многие ученые ставят под сомнение авторство целого ряда работ которые опубликованы в этих дополнительных томах там по моим 34 том еще издали так что вот таким образом насколько правильно говоря о даже современном возможном марксизме употребляя словосочетание марксизм или ленинизм чем именно ленин дополнен марксизм настолько что пишется это даже через дефис дело в том что тридцать восьмом году когда был опубликован краткий курс истории в кпб создание которого непосредственно участие принимал сам сталин более того несколько глав таких фундаментальных глав этой книги писал личный офицерен помимо того что он вообще выступил главным редактором всего этого курса то есть он его вычитывал делал правки замечаний и так далее так далее так вот после выхода этого курса вышло отдельное специальное постановление цк о том что это за курс как его следует изучать ну и так далее так далее она очень подробно и вообще надо сказать что все постановления цико и правительство которые выходили в годы советской власти они были настолько подробными развернутыми что просто диву даешься там сразу воочию видно что эти бумаги писали профессионалы высочайшего класса они так знаете усилить углубить расширить повысить и т.д. и т.д. там прям ставились конкретные задачи по всем позициям которые отражал то или иное постановление там содержалось колоссальное количество цифр там назначались ответственные ну и так далее так далее так вот в этом постановление было особо подчернуто что ни в коем случае нельзя писать марксизм ленинизм через запятую или с союзом и а что надо писать именно через дефис то есть ленинизм не отделялся от марксизма более того ленинизм рассматривался как творческое развитие марксизма и это особо подчеркивалось то есть такие попытки уже были разные разделить до раз на это особо указывал постановление цикка относительно того что ленин внес нового сокровищницу марксизма вот здесь мнение у нас разделись как всегда каждый кто пытался проанализировать теоретически наследие ленина они находили свои грани что ли вот того особого что ленина внес сокровищницу марксизма ну например тот же диновьев он считал что самым выдающимся вкладом ленина в теории марксизма стал крестьянский вопрос я при всей своей нелюбви к григорию сечу по разным обстоятельствам не только потому что он был политической проституткой полном смысле этого слова ну и потому что он был по всей видимости очень порядочным человеком склочным завистливым и так далее он прав потому что если возьмете классический марксизм то там в общем то нет месту крестьянство как революционному классу на этапе перехода от буржуазной общественной формации коммунистической общественной формации там и крестьянство собственно говоря как классы нету потому что по марксу энгельсу к моменту вот этого неизбежного перехода или к моменту крушения буржуазных общественных отношений значительная часть общества там условно говоря 95 там 97 процентов это пролетарии которым нечего терять кроме своих цепей вот и в этом смысле крестьянство безусловно это мелкобуржуазные стихия которая априори является противником пролетариата а а ведь в россии это совершилась революция где крестьянство не просто сохранялся как класс а где она была превалирующим классом ну там разные оценки есть но в среднем 80 процентов населения советской уже советской россии это крестьянство а как известно крестьянин это двулики я одной стороны он собственник другой стороны он труженик вот и ленина долго думал каким образом вот эту двуликую сущность крестьянина преодолеть и вовлечь его в сознательное строительство социализма вот это важное положение в сознательное строительство социализма то есть условно говоря заинтересовать его этим и там разные были варианты и сам ленин в конце концов пришел вот как раз к мысли о том что кооперация прежде всего производственная кооперация ты есть как раз вот тот ключик или механизм который позволил бы включить советское крестьянство в этот процесс и вот с точки зрения того же дизиновьева с точки зрения других теоретиков именно это и было главным то что внес ленин марксизм это первое обстоятельство второе надо все-таки понимать что ленин в отличие от маркса энгельса того же каутского ли берштейна которые тоже считали теоретиками марксизма хотя они безусловно были ревизионистами вот то есть они подвергали сомнение основные положения марксизма то есть проводили ревизию что ли марксистского учения но этот ярлык вообще-то по большому счету можно приклеить и ленин например то что касается просто потому что подвергал сомнений потому что да да потому что он какие-то положения марксизма опроверг условно говоря причем опроверг не сугубо теоретически а проверка опираясь на на то что существовало в реальной жизни ведь надо же иметь ввиду что марктистское ленинское учение создавалось на этапе или в эпоху так называемого капитализма свободной конкуренции и маркс не предполагал что капитализм потом выродится в высшую стадию империализм и дело в том что когда началось вообще изучение новой стадии в развитии капитализма и начал ее кстати отнюдь не ленин первые публикации которые были посвящены вот этому феномену они появились самом начале двадцатого века и в данном случае я вспоминаю работу например того же джона гобсона это английский экономист который впервые вообще публично задался вопросом чем это мы столкнулись что это такое это кризис классическую капитализм и переход на новые общественные отношения а гобсон был знак хорошо знаком в том числе из формационной теории маркса вот потом империализмом посвятили своей работы и другие карете или его движение тот же карл каутский он написал отдельную книгу по моему назывался финансовый капитал где опять-таки обратил особое внимание на возникновение вот этого феномена другое дело что они разошлись во мнении что это и они так для себя до конца и не могли определить и все-таки вот в этой европейской что ли среде левых интеллектуалов присутствовала убежденность что маркс и я здесь ошиблись что они не учли того что на смену буржуазной формации придет новое не социалистической вернее не коммунистическая формация а вот эта формация ну которая не уже реализм справедливо считать формат это они считали так вот я еще раз говорю то есть сначала вот на начальных этапах становления империализма или империалистических держав ведущих буржуазных странах многие восприняли что это как раз новая формация та формация которую не смогли просчитать условно говоря не энгельс не маркс а ленин своей работе империализм как высшая стадия капитализма а проверка это представление ведь как работа называется империализм как высшая стадия капитализма он им сказал ребята вы заблуждаетесь это не новая формация это хорошо известный нам капитализм но уже в иной стадии своего развития высшей стадии своего развития и вот это высшая стадия развития капитализма она одновременно по законам диалектики является последней загнивающей стадии капитализма, кануном социалистической революции. Вот главный посыл Ленина, который был отражен в этой работе. И вот в этом смысле он теоретически вооружил партию на как раз, по сути дела, подготовку пролетарской революции. В этой же работе он сформулировал и учение о слабом звене в цепи империалистических держав. Потому что до этого существовала классическая установка марксизма, что пролетарская революция произойдет в одной, а скорее всего в нескольких наиболее развитых буржуазных странах, где уровень пролетаризации населения достигнет своего максимума. Когда на одном полисе будет в прямом смысле кучка буржуазии, то есть владельцев средств производства, заводов, газет, пароходов и т.д. А на другом полисе общества будет вот это огромное значит, пролетаризированная масса, которой нечего терять, кроме своих цепей. А Ленин им говорит, что мир ведущих буржуазных стран вступил в новую эпоху, в эпоху империализма, то есть монополистического капитализма, где финансовый капитал начинает играть куда большую роль, чем прежде. И вот в этих условиях возникают новые вызовы, которые в рамках традиционного марксистского подхода уже не играют. Почему? А потому что возникает неравномерность развития ведущих империалистических держав, и в рамках этих держав появляется слабое звено, где наряду, казалось бы, с самыми высокими формами буржуазных отношений, ну, например, по степени монополизации производства и по степени монополизации рабочих на этих производствах, Россия шагала впереди всех передовых стран. Она занимала первое место. Но при этом в российской экономике присутствовало огромное количество пережитков, и Ленин не случайно говорил о том, что в экономике России причудливым образом соединены несколько укладов. Причем ну, несколько это каких? Это мелкотоварное производство, частно-капиталистическое, государственно-капиталистическое и патриархальное. При этом он говорил, что империализм в России носит военно-феодальный характер. Империализм носит военно-феодальный характер. И ведущим укладом в империалистической России в империалистической не путать в имперской. Это разные понятия. Является мелкотоварный уклад. Как это так? Так она империалистическая держава, или она все-таки мелкотоварная держава? А он и показывает, что мелкотоварный уклад является определяющим, поскольку 80% населения страны это крестьяне. А крестьяне есть носители этого мелкотоварного уклада. Понимаете, как все переплетено? И ввиду этого обстоятельства, с одной стороны, колоссальное наличие мелкотоварного производства и носители этого мелкотоварного производства в лице российского крестьянства, а с другой стороны, значит, колоссальные темпы монополизации производства, и по этим показателям Россия стоит на первом месте. Среди всех ведущих империалистических держав. С другой стороны, по отношению к восточным державам, к тому же Китаю, к той же Османской империи, Персии, Афганистану и так далее, Россия выступает как колонизатор и как империалист, а по отношению к западным державам Россия выступает как сырьевая колония и место приложения их финансового и промышленного капитала. Понимаете, вот она диалектика жизни. И это Ленин все улавливал. И он-то и вооружил партию, прежде всего думающую часть партии, тем, что, ребята, а революция-то у нас может бабахнуть вот-вот. Не надо нам ждать того, когда произойдет максимальная пролетаризация населения России, когда крестьянство исчезнет как социальные группы и как целый класс. Ну и так далее, и так далее. Когда у нас будут сметены все остатки буржуазных отношений. Прошу прощения, феодальных отношений. Тут понимаете еще вот какая вещь. Я напомню, что когда прошла крестьянская реформа при Александре II 61-63 годах, она носила половинчатый характер, что, собственно говоря, и погубило царизм. Вот. Царизм во многом оказался заложником помещичьего класса. То есть класса паразита. Вот как эмоционально об этом говорит Гера Артамонов, он абсолютно прав. во второй половине 18 века, после того, как был издан манифест о вольностях дворянских Петром III, а потом Екатерина подтвердила этот манифест и жалованные грамоты дворянству, тоже Екатерина издала в 85 году, все дворянство из служилого сословия превращается в сословие паразит. Не случайно в Екатеринские времена называли золотым веком русского дворянства. И вот этот процесс разложения дворянства с одной стороны, а с другой стороны его распада, он шел весь 19 век. И, казалось бы, есть объективные предпосылки к тому, чтобы наконец-то ликвидировать помещие землевладения. А нет, Александр II при всех своих либеральных завихрениях, он, по сути дела, остался заложником этого класса поместного дворянства. зачастую уже даже безземельного. И у нас сохранилось помещие землевладения. При этом я замечу, что ведь под видом выкупа земли был установлен выкуп феодальных повинностей со стороны крестьянства. Крестьяне-то остались временно обязанными по отношению формально к своим помещикам, а по факту к государству. И вот это временно обязанное положение крестьян, установленное в 1963 году, оно сохранялось вплоть до революции 1905 года. Ведь там что произошло-то? Смотрите, под видом выкупа земли был установлен по сути дела выкуп обязанностей. Потому что помещики сказали, вы отменяете режим крепостного права. А у меня есть земля, а где рабочие руки на землю? А у меня вот например тот значит иной пятый десятый тд тп мои бывшие крепостные они мне приносили доход. Например в виде оброка. А с какой-то статьи я буду терять этот оброк. Понимаете? Поэтому была установлена сумма этого выкупа. Ну для например московской губернии или московского уезда сумма такого годового выкупа была 166 рублей. То есть крестьянин должен был сразу заплатить 166 рублей, чтобы уже быть свободен. А у многих крестьян таких денег просто в природе никогда не существовало. Тогда что было решено, что государство берет на себя обязательство выплатить помещику эти деньги, чтобы помещик взял эти деньги положил на банковский счет и в итоге каждый год по процентам получал сумму годового оброка с одной души мужского пола. То есть 10 рублей. Понимаете? Значит государство что сказала? Мы вам выплатим эти деньги господа помещики. 80% этих денег выплачивает государство, а не сам крестьянин. А вот оставшиеся 20% крестьянин вам отрабатывает, не выплачивает, а отрабатывает. То есть переходит в разряд временно обязанных. И вот это состояние продолжалось 63-го по, если брать точно, до 1 января 1907-го года. Потому что 3 ноября 5-го года вышел царский манифест об отмене всех выкупных платежей. Частично на 50% с 6-го года, а полностью с 1 января 7-го года. Но за этот период времени, то есть берите 37 лет плюс 6-го больше 40 лет, были выплачены колоссальные деньги. Там историки спорят, но это речь шла о сотнях миллиардов рублей. За свою же землю, на которой ты всегда работал, работали твои предки, работали твои потомки, ты должен был платить деньги. То есть это был грабеж феноменальный. Почему Ленин говорил, что причиной всех русских революций был аграрный вопрос. Он называл его гвоздем русских революций. Кто не решал аграрный вопрос? Большевики что ли? Нет, конечно. Кадеты? Нет, конечно. Меньшевики. царская власть не решала этот вопрос. Почему? А потому что она была заложницей интересов дворян паразитов. Вот этого паразитирующего помещичного класса. да, но мы что-то ушли в сторону. О чем мы говорили, я уже запомнил. Вернее, я помню, о чем мы говорили, я просто мостик вот этот не уловил. То есть вот, да, и Ленин как раз во многом объяснил причины, почему именно Россия является слабым звеном. А именно поэтому, именно вот потому, что существует этот нерешенный аграрно-христианский вопрос. Казалось бы, когда с верхней самодержавии к власти приходит временное правительство, сначала чисто буржуазное, а потом коалиционное с участием двух ведущих соцпартий, прежде всего эсеров, которые были главными выразителями политических, экономических чаяний и крестьянства. Но, казалось бы, вам и карты в руки. Решайте этот самый вопрос. И никакие большевики к власти не придут. Нет Чернов, который был министром земледелия во всех составах временного правительства, начиная с мая 1917 года, говорил, не-не-не, мы законники, но вы что? Мы партия террористов, но мы законники. Понимаешь? Земля только из рук учредительного собрания. А почему нельзя было решить этот вопрос, значит, ну, условно говоря, вне законным порядком, а потом задним числом это все узаконить на учредительном собрании, с тем, чтобы снять социальную напряженность в обществе, с тем, чтобы перетянуть на свою сторону прежде всего крестьян в солдатских шинелях. Костяк русской императорской армии кто составлял? Именно крестьяне составляли. Вот они сами себе и подписали смертный приговор, не решая вот этот коренной крестьянский вопрос. Так что тут можно много говорить о том, что марксизм и ленинизм это не выдумка каких-то советских или партийных пропагандистов, а это действительно так. То есть без ленинизма как встроенной системы и теоретических построений и практических результатов марксизм уже рассматриваться безусловно не может. Вот сильная сторона как раз ленинизма как продолжение или творческое развитие марксизма состоит в том, что наряду с теоретическими какими-то значит разработками по тому же крестьянскому вопросу многие вещи были опробированы на практике. То есть это не просто голая теория, а это уже целый набор практических шагов, мер, результатов, итогов строительства социализма. И вот я вас уверяю, что неизбежно те, кто придут рано или поздно, я уж не знаю когда, но те, кто придут на смену существующим режимам и начнут строить по-новому строить социализм на новом витке истории, им будет гораздо легче, потому что у них будет за плечами колоссальный опыт, исторический опыт и нашей страны, и стран соцлагеря, да и опыт Китая. Понимаете, то, чего не было большевиков, они действительно строили социализм на ощупь методом проб и ошибок, не имея теории строительства, а сейчас помимо теоретического наследия Маркса, Энгельса, Ленина и других теоретиков, у них есть колоссальнейший опыт практического строительства социализма, и они могут избежать, не могут, а должны избежать того огромного количества ошибок, которые неизбежно совершали их предшественники, тот же Ленин, Сталин, и вместо того, чтобы осмыслять вот это все, и в теоретическом плане, и в конкретно историческом плане, у нас поливают и Ленина, и Сталина, и вообще всю теорию социализма, коммунизма, дерьмом, и т.д. и т.п. Ну и что вы из этого извлечете? Ведь изучение исторического опыта, оно ценно не само по себе, для того, чтобы себя нагрузить какой-то информацией, и потом, так сказать, шляться, и сходить с ума своей образованности или интеллектуальность, а с тем, чтобы полученные знания трансформировать в реальную жизнь, и улучшать жизни миллионов и миллионов людей, чтобы они, по крайней мере, не дохли бы с голоду, как на африканском или там латиноамериканском континенте, дохнут с голоду миллионы и миллионы людей. Возьмите ту же Аргентину, например, Бразилию, там у них уровень значит, тотальной бедности резко поднялся при том же Болсонару, сейчас в Аргентине, посмотрите, какая инфляция, которая равняется там десяткам и сотне процентов за месяц, за месяц, дальше вот таким образом. Последний вопрос, немного лирический, и как к историку, и как к гражданину, насколько справедливо называется Ленин величайшим русским, что, собственно говоря, и отражено в том, что тело его по-прежнему находится в мавзолее на главной площади нашей столицы. А что, он не русский развеет? Нет, я спросил, насколько справедливо его считать величайшим русским. Я вообще считаю, я уже сто раз об этом говорил, наш народ и наша страна должна гордиться тем, что мы подарили всему человечеству таких титанов, как Ленин и Сталин. Гордиться. Ни один народ, ни один народ в мире не подарил человечеству таких титанов и воли, и мысли, и практической деятельности работы. Ни один человек, находящийся на вершине власти, не сделал столько для миллионов и миллионов простых граждан, сколько сделал Сталин. Ни один. Ни один фараон, ни один царь, ни один король и т.д. и т.п. Для простых людей, причем не для какой-то кучки, а для миллионов и миллионов, десятков, сотен, миллионов людей. Вы только вдумайтесь, что Советский Союз за кратчайшие сроки просто образовал десятки миллионов людей, дал бесплатное образование. Обеспечил миллионы, десятки, сотни миллионов людей доступной литературой, художественной, высокохудожественной литературы, поэзией. Наука стала достоянием миллионов и миллионов людей. И таких примеров можно приводить сколько угодно. Понимаете? Вот даже в этом величие Ленина и Сталина. Ликбез, ликвидация безграмотности. Вот если люди не понимают вот этого, ну мне жалко людей, которые вот этого не понимают. Сотни, тысячи лет основная масса населения, народа, неважно где, в Индии, в Китае, в Европе, находилась просто во тьме невежества, бескультуре, необразованности. Они не могли постигать опыт, тысячелетний опыт человечества, аккумулировать его. Понимаете? Становиться самими учеными, конструкторами, деятелями это. И вот здесь впервые страна, которая дала не элитное образование представителям правящего класса, а всякое было, учила только читать закон божий там, 2 плюс 2 равняется 4. Страна, которая открыла невероятные возможности для самообучения, самоорганизации десятков миллионов людей. Кто такое еще сделал в мире? Никто. И вот этих людей поливает грязью те подонки, которые благодаря этим людям получили среднее образование, высшее образование, защитили кандидатские, докторские, стали академиками. Понимаете? Они сами по себе стали академиками, да? Рожденные в какой-то крестьянской семье, где были безграмотные родители. Вот это у меня, это, знаете, неблагодарная скотина. Вот таких людей можно называть неблагодарная скотина. Если у человека хотя бы есть одна извилина в мозгах, и он вот это прокрутит и проверит, то он поймет, что если бы не Ленин и Сталин, то десятки миллионов наших людей вот появились на этот свет безграмотными, и ушли бы на тот свет точно такими же, прозябая вот всю свою жизнь, короткую или длинную, вот в таком беспросветной теме и так далее. Ведь кто составил костяк нашей культурной, научной, литературной, значит, театральной, киношной элиты? Кто? Те, кому советская власть дала образование, всеобщее образование, тем, кого советская власть приобщила к высочайшим достижениям мировой отечественной науки, культуры, искусства и так далее, и так далее. И вот таких людей поливают дерьмом. Это вообще вот шизофрения. Это было мнение историка Евгения Списона, которого мы, как и всегда, благодарим за свет просвещения. Не сдаемся, держимся вместе. Классная барьба продолжается. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова